Подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Ещё я кое-что хотел бы сказать о Рамадане. Весь месяц Рамадан — это месяц самоконтроля. Я не кушаю, я не пью, это одна дисциплина. Я до заката не сплю с женой, это ещё одна дисциплина, ладно. Но в то же время я также должен дисциплинировать свой взор, стул, за языком следить, за руками, ногами, всем телом. Это как тренировочный лагерь. Тренировочный центр, а просто скажу мне, что у нас в тренировочный лагерь, типа, сначала сами себя распускают, а потом в тренировочный лагерь вставать вовремя, делать что-то вовремя, дисциплина. Вот че быть сучи Рамадан. По сути, вся наша религия в нас. Почему мы идти на Фаджр встаём? Почему? Почему Аллах велит нам? По восходу встаньте. Сейчас в летнее время. В Англии это где-то в 5 утра. В 5.30 на Фаджр зачем? Аллах хочет, чтобы вы дисциплинировали себя. Почему Аллах повелел нам? Божьи всемогущие Аллах. Как дисциплина. Всё дисциплина, вся религия на этом. Думаете, почему? Вся религия построена вот так. Когда солнце здесь делает то, когда солнце там делает это, а когда луна – дисциплина. Среды в дисциплины – это дисциплина для всего тела, особенно для души. Что мы делаем, проходя эту тренировку? Совершаем 5 намазов, ладно? Потом ночная дисциплина. Дополнительные намазы. Дисциплина в том, что есть моменты, когда можно есть и когда нет, но в течение дней иных. А именно взора, слуха и языка. Большинство органов, которыми мы грешим, вот они по этому пророку. Самополвальник Ивасалем сказал о посте. Когда вы поститесь, а с вами кто-то затевает спор, тогда нужно сохранять спокойствие и сказать «Я пощусь», то есть «Не провоцируй меня на споры». Язык даже спорить не должен. «Не провоцируй меня на споры». Когда люди голодны, они становятся ворчливыми и начинают спорить, задираться и нервы, когда голодны. И грамадан тебя учит терпению. Терпение – это огромный урок дисциплины. Хочешь посмотреть на то, на что нельзя? Скажи себе «Я пощусь». Твоя награда за пост уменьшается, когда глаза твои грешат. Слух, и когда говоришь греховный. Если ты делаешь так, то награду теряешь. Дисциплинивый. Главная дисциплина – это на протяжении рамадана я должен себя натренировать, постоянно думать, что Аллах смотрит. Я не могу грешить, Аллах же смотрит. Когда я не пью, не ем, когда я сдерживаю себя от интимной близости днем в рамадан, Аллах смотрит. Из-за того, что Аллах смотрит на меня, я не могу есть, пить и так далее, курить, например. Хотя курить не надо не только в рамадан, но и вообще, то есть Аллах наблюдает за мной, и я должен следить за языком, следить за тем, на что смотрю, следить за тем, что слушаю. И вот эта мысль, Аллах смотрит, Аллах смотрит, Аллах смотрит, еда. С удовольствием, по слову, Аллах смотрит. Вот она и да, на столе лежит, но не могу поесть, Аллах смотрит. Я один думаю, если поем, никто не увидит. Но Аллах смотрит. И эта мысль, Аллах смотрит, Аллах смотрит, Аллах смотрит, она должна настолько укорениться в твоем сознании. Кончился, и его не будет еще 11 месяцев, чтобы ты продолжал так думать. Аллах смотрит. Я не могу вот так сделать, Аллах смотрит. И вот это не могу, Аллах ведь смотрит. Вот. Главная дисциплина, которой надо научиться к концу Мада. Гляденность. Это когда человек всегда думает, Аллах смотрит, а так как он смотрит, не могу этого сделать. Вот весь смысл богопоеденности и Аллах. Сурри Бакера говорит, в Айете 183, но те, которые веруют, вам прописан пост, как он прописан вашим предшественникам, чтобы вы этим астерикам не могли. Майя, чтобы привыкли думать, Аллах смотрит, Аллах смотрит, не могу грешить. Аллах смотрит, не хочу попасть в адский огонь, Аллах смотрит, будет судить в судный день. Вот весь смысл вас знает. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы... Давайте затронем с вами тему еды. Еда – это важный момент. Есть один серьезный момент, которым мусульмане портят весь Рамадан. В плане еды. Мы, индейцы, в месяц Рамадан ставим на стол кебабы. Разные виды кебабов. Какие-то виды жаря на еды, к пиццу, еще там чего. И все это нужно подать и съесть, потому что мы пастились в Рамадан. Мы еди очень сильно мусульмем. Если в Рамадан вы едите больше, чем вне Рамадана, то вы не поняли смысл поста. Вообще. Ведь одна из составляющих месяца Рамадана – это, по сути, дисциплинировать себя. Ведь и какой смысл, оставаясь голодными на протяжении всего дня в течение месяца Рамадана от еды воздерживаться. А потом так наедаться между Махребом и Сухуром. Мы так объедаемся, что везде голода не чувствуем, жажды не чувствуем. Не думаем о неделе. А в чем смысл-то поста? А вы научат, чтобы мы были голодными. Немного. Умрете, что ли? Серьезно. Если пройдете, то не поститесь. А вам это разрешать? Вот, например, люди спрашивают, как кушать посудни? Посланника Аллаха прежде чем поесть, надо проголодаться. Сунна голода важнее, чем его сунна еды. Я это не выдумал. Можете хадисы посмотреть. Иной раз пророк, саллиллаху алейхи вассалям, проводил день, два, три без еды. Был ужин без обеда. Ясные хадисы. Если у пророка был ужин, на следующий день обеда не было. Если обед был, он, наверное, очень пропускал. Изредка был и обед и ужин. А еще такой недовольный и Аллах. Говорил, мы трижды полную луну встречали, ни разу огни не разжигая. И полных луны встречали. Два месяца это. Все это время они еду не готовили. Когда у нее спросили, а как выживали-то, она ответила, вода и финики. Вот так жил посланник Аллаха. Сначала они много голода испытывали, а потом ели. И лишь чуток голода. Все наоборот. И потом мы что делаем? Кучу еды вываливаем на столы. Особенно на ифтар. Мы убиваем себя. Знаете, какая вся эта еда нездоровая? Это в отделении интенсивной терапии. Понимаете? Столько жира потребляем, вот так вот мусульмане и рассуждают. Рамадан большое событие, надо едой запастись. Капитально ее наготовить. Надо наедаться как следует, а то будем полумертвые к концу рамадана. Да вы че? О, в блинчике, кебабы, первое, второе, третье, салаты, выпечка, чего только нет на столе. И это только первый раунд. А после таравиха второй раунд. На сухур третий раунд. Чаю выпиваешь много чашек. На сухур. И по сути, нашпиговываешь себе. В итоге, поклоняться тебе уже лень в итоге. Вы подавлены. Но представьте, еду всю эту переварить. Время понадобится. Вы жалуетесь, что во время таравиха больно вам. Конечно, больно будет. Как же. Часто даже тахарат не можете удержать. Потому что воздуху нужно откуда-то выйти. Либо отрыжка, либо газы. Откуда ты живы? Тахарат в итоге теряешь. В таравихе стоять больно. Тяжелая ночь. И ради чего? Из-за того, что вы себя нашпиговали, чтоб днем голода не чувствовать. В то время, как Аллах хочет, чтоб мы поголодали. Ведь когда ты голодный, ты бдителен. И тогда... Поэтому Аллах сказал нам быть голодными. Если по идее не загоняешься, вот у тебя уже и время освободилось, потому что готовить не надо. Не придется беспокоиться от того, что вялое тело от переедания. И теперь, когда вы бодры, разум светил, уже и думается хорошо. Вот так вот обстоит дело со всем этим. Братья и сестры, ставьте вот бодры. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите. Субтитры сделал DimaTorzok Ихи стоит больно, тяжелая ночь. И ради чего? Из-за того, что вы себя нашкаговали, что в нем голода не чувствовать.